Тараканы в женской голове строятся строем и проходят маршем. Всем привет! Ну что, можете меня поздравить, я наконец-то поменяла свои временные права двухлетние на постоянные, на 30 лет, и теперь я могу спокойно водить машину. Также я могу поменять свои украинские права на чешские. И, честно говоря, для меня это очень большое достижение получить права, и теперь я их уже поменяла, поэтому я полноценный водитель. Для меня вождение и получение прав – это моё личное достижение. И прям… Многие или немногие могут меня понять, но для меня это далось очень сложно. Машина в семье у нас была, муж её водил, но когда он уехал в Чехию, машина осталась в Украине и имеет двоих детей. Школу танцы, музыкальную школу для старшей и младшей на руках я была вынуждена сдать на права. Также у нас есть дача в Украине, и на неё нужно было также ездить. Мы не знали, на тот момент мы не знали, сколько продлится момент переезда в Чехию и получится ли всё. В общем, я пошла получать права. Я их сдала со второго раза. Первый раз я не сдала экзамен по причине сильнейшего волнения, и были свои нюансы. Но со второго раза я немножко успокоилась. Буквально через две недели или через неделю, я уж не помню, я пересдала вождение. Экзамен я сдала, устный экзамен я сдала на отлично, без ошибок, поэтому его засчитали. А вот вождение я сдала только со второго раза. В общем, когда вы идёте сдавать вождение, не волнуйтесь. Это вам не поможет. Это только усугубит вашу ситуацию. Мужчина не более к этому спокойно относится, а вот девушки зачастую боятся садиться за руль, боятся водить машину, волнуются, нервничают. И я была такой же, я до сих пор боюсь водить машину, потому что вот приехав в Чехию, я не водила машину 4 месяца или 5 даже. И честно, приезжая в Украину, я не села за руль. То есть, когда я поехала в Украину менять права, за неделю я так и не села за руль, потому что пока поменяла права, а потом уже вроде как уезжать. И не стала я уже трогать свою любимую машинку. Ну, для меня это такой небольшой стресс. Но я хочу поделиться с вами своим опытом, как это было у меня, как я преодолела этот свой страх, как я села за руль. Человек, который не собирался водить машину вообще. Я все время кричала мужу, я вынесу лобовое стекло и буду кричать по стороне, здесь я еду. Но сейчас уже более или менее я вожу машину. Хорошо или плохо, не знаю. Но, слава богу, никаких правонарушений у меня не было. Я благополучно поменяла свои временные права на постоянные. Те, кто не знает, в Украине выдают с недавних пор временные права. Они выдаются на 2 года. Если за эти 2 года вы не получили никаких правонарушений, то есть вы никого не сбили, вы не попали в серьезную аварию, вы не нарушили правила дорожного движения, то по истечению 2 лет вы сдаете медкомиссию заново и меняете свои права на постоянные уже на 30 лет. Я не собиралась садиться за руль, я придерживалась того мнения, что у меня есть муж и пусть он водит машину. Но за 5 лет машины в семье я не проявляла никакого желания водить машину. Поэтому пока рак на горе не свистнет, я не сделала этого. Поэтому так сложилась ситуация, что я, наверное, сама должна была преодолеть все свои страхи, иначе бы я просто не пошла учиться и не села бы за руль бабы. Первое, что такое немаловажно перед тем, как сесть за руль, это, как бы странно это ни звучало, но наличие машины в семье. Итак, почему же машина должна быть в семье? Потому что когда вы сдадите экзамен и положите свои права на полочку, ваши навыки вождения будут утрачены. Сейчас в автошколах, слава богу, есть услуга восстановления навыков вождения, и вы можете поступить так. Я бы вам рекомендовала, что когда вы садитесь за руль, вновь уже со своими правами, воспользоваться услугами автошкол и восстановить навыки своего вождения. Не рискуйте здоровьем ни себя, ни своих детей, ни уж тем более посторонних людей. В моей ситуации машина стояла в гараже, я сдала на права, но так как супруг был в другой стране, мне пришлось воспользоваться услугами автошколы. И я взяла дополнительно пять занятий с инструктором, чтобы уже увереннее себя чувствовать за рулем своей машины. Мне, к счастью, повезло. У меня попался спокойный, уравновешенный инструктор, с которым я и плакала, и кричала, и ругалась. Не стесняйтесь, не комплексуйте, если, сев в машину, вы обнаружите, что этот человек на вас кричит, его раздражает ваше поведение, он как-то не так себя ведет по отношению к вам. Вы имеете право поменять этого инструктора, потому что за те сорок часов обучения вам нужно полностью довериться этому человеку. Он сидит рядом с вами, он вас обучает вождению. И хорошо, если в семье есть папа, который может вас подучить, либо друг семьи, который спокойно вам сядет, все это объяснит. И, собственно говоря, наличие инструктора в автошколе для вас будет чисто формальность. У нас в семье не было машины, помощь папы я не могла воспользоваться, супруг жил в другой стране, и все, что мне оставалось, это довериться инструктору. К счастью, мне попался нормальный, адекватный, спокойный инструктор. То есть я каждый раз, когда я садилась за руль, меня так трясло, мне так было страшно, мне казалось, что я сейчас там врежусь во все, что можно, нельзя, кого-то собью, что-то не увижу. Ну, в общем, тараканы в женской голове строятся строем и проходят маршем. Самое важное, как же преодолеть страх вождения? Первое. Все водители на дороге когда-то были молодыми и неопытными. И если человек об этом забыл, то это его проблемы. Вы для себя должны понимать, что все люди, которые водят машину, когда-то были молодыми и неопытными. И они не сразу всему нам учат. У водителя есть какие-то свои фишечки, как ориентироваться на дороге, как правильно понимать габариты машины, когда нужно на них нажимать тормоз. Ну, в общем, такие какие-то мелочи. У каждого водителя свои какие-то примочки, грубо говоря. Не бойтесь садиться за руль сами. До тех пор, пока с вами сидит инструктор, папа, супруг, может быть, мама, подруга, вы будете ждать от них подсказки и помощи. Просто поздно вечером проехаться по маршруту, по которому вы будете обычно ездить, например, на работу или ребенка в садик отвозить, чтобы вы видели, где светофоры, где поворачивать. В принципе, если это пешеходный переход, где вам лучше останавливаться. Когда вы проедете пару раз весь этот маршрут, вам будет значительно легче в те моменты, когда вокруг вас будет много машин. Вы можете ездить по маленьким улочкам, по внутренним дворикам каким-то самостоятельно. То есть вы собрались, сели за руль машины, завели ее, выгнали ее, предположим, из гаража. И потихонечку, на маленькой скорости вы потихоньку ездите. Это единственный способ чувствовать себя в машине более уверенно. Как бы странно это ни звучало, но единственный способ научиться уверенно водить машину, ее водить. И желательно это делать действительно самостоятельно. Пойдите за руль машины и подумайте, что вас успокаивает. То есть когда вы ездили, например, за рулем с инструктором, с папой, с мамой, с подругой, если они в этот момент комментировали все ваши действия, переключение скоростей, какую педаль нужно взимать, гарстормоз или сцепление. И если вас это успокаивало, то включите тихонько какую-то спокойную музыку. Либо в моем случае на заднем сиденье сидел ребенок, то есть у меня выхода не было. Мне нужно было возить ее в школу, в музыкальную школу и на танцы. Поэтому сзади сидела моя старшая дочь Ариша. И каждый раз она меня подбадривала, потому что мамочка, у тебя все получится, все будет хорошо. Я ездила первое время очень медленно. И при разрешенной скорости 50 км я ездила в максимум 30-35. Мне пипикали, на меня ругались, возмущались. Но осознание того, что тише едешь, дальше будешь, осознание того, что я не создаю аварийную ситуацию, то есть я старалась ехать ближе к правому краю, и в конце концов подождете, я никуда не спешу. И вы никуда не поспешите, потому что аварии случаются с теми людьми, которые слишком куда-то спешат. И зачастую люди, которые сильно спешат, им может повезти, они могут проскочить. Есть еще и другие участники дорожного движения, пешеходы, неопытные водители, либо же водители, которые придерживаются правил дорожного движения. И таких историй было уйма, когда невиновные могли пострадать. Поэтому не бойтесь чужого мнения. И помните о том, что все водители когда-то были неопытными. Единственный способ преодолеть страх вождения – это сесть за руль и потихонечку ехать. Каждый день, по чуть-чуть, понемножку, расширяя свой маршрут. Если вы живете в достаточно большом городе, и у вас есть сложные перекрестки какие-то, или места оживленного движения, вы едете на этот маршрут поздно вечером, либо рано утром, когда там меньше машин. Зачем это нужно? Вы проедете этот участок дороги, вы увидите, спокойно увидите, светофоры, пешеходные переходы. Вы таким образом проедете этот, дайте как, это опыт, да, такой. То есть вы пройдете этот путь, немножко стрессанув, возможно, а может быть и спокойно. И в следующий раз, когда у вас появится необходимость выехать на этот участок дороги, на этот маршрут, вы уже не так сильно будете бояться, не так сильно нервничать. Правда, это сильно помогает. Я на втором или на третьем занятии по вождению выехала в центр города. Мы проехали этот перекресток вместе с инструктором. Я очень сильно тогда перенервничала. Я даже рыдала, то есть прямо в машине за рулем я начала плакать. Мне никто ничего не говорил, мне никто не ругал, меня никто не осуждал. То есть мы приехали, я успокоилась. И уже когда я села за руль своей машины, я очень часто проезжала в центр города этот участок дороги. Там два серьезных перекрестка, даже три. И я не боялась. Правда, у меня не было никогда таких прям волнений. И в тот момент я поняла, зачем нужен этот опыт мой, да, со слезами, с истерикой. Но тогда я поняла, зачем мне это нужно было. И в других ситуациях я проделывала то же самое. То есть ту часть дороги, которую я боялась, которая мне казалась там, ну, есть дороги, да, во всех городах, есть дороги, которые там проходят через весь город, и там там 3, 4, 5, может быть, больше полос. И все боятся обычно выезжать, потому что там много машин. И я вечером выезжала по этому маршруту. То есть, например, забирала ребенка со школы, либо ехала от родителей. И я специально, намеренно, я намеренно ехала через этот участок дороги, чтобы его спокойно проехать, без большого количества машин. И днем, когда мне нужно было доехать через этот кусочек дороги, да, через эти светофоры, через эти перекрестки, я уже не так сильно волновалась. Все когда-то были неопытными водителями. И это нормально. Не бойтесь преодолевать свои страхи. Единственный способ преодолеть свой страх – это столкнуться с ним лицом к лицу и пройти его самому. Возможно, с чьей-то помощью, но пройти. Если вы боитесь темноты, то вам нужно самостоятельно выключить свет, посидеть в этой темноте, может быть, закрыв глаза, открыв глаза, и понять, чего именно вы боитесь. И тогда, открыв глаза, вы увидите, что темнота не такая уже страшная, что это просто отсутствие света, и ваши глазки привыкнут к этой темноте. И вы увидите привычную обстановку просто с меньшим количеством света. То же самое касается любого страха. Преодолеть этот страх самостоятельно, то вы можете. Все могут, все садятся за руль. В этом нет ничего страшного, но еще раз повторюсь, вы не первый человек, который сел за руль, который допускает какие-то ошибки, где-то не вовремя остановился, где-то вовремя не тронулся, где-то даже заглох, а это нормально для неопытных водителей, заглохнуть на светофоре и не вовремя тронулся. И если за настоящая машина вам подает сигнал быстрее, то не обращайте внимания, потому что спешить вам некуда. Лучше спокойно проехать этот перекресток, чем куда-то поспешить и, не дай бог, попасть в аварию. Если у вас есть свои какие-то фишечки по вождению, фишечки по преодолению страха в вождении, обязательно напишите в комментариях, возможно, другим людям. Это тоже пригодится. И, как всегда, рада каждому из вас. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на лайк, это поможет попасть в видео в рекомендованные. И, как всегда, рада каждому из вас. Всем пока!